друзья привет всем огромный привет из парижа спасибо что присоединяйтесь к моему эфиру бонжур бонжур лезами я надеюсь что вы в хорошем расположении духа и мы его конечно будем поднимать если ваше настроение сегодня еще не на уровне и так наша тема сегодня звучит как учить французский с вдохновением я могла бы сегодня назвать эту тему как учить любой язык с вдохновением потому что все о чем мы сегодня будем говорить применимо к любому иностранному языку так что если вы любитель другого языка оставайтесь будет интересно привет привет вижу что присоединяйтесь давайте мы поставим плюсики в чат если меня хорошо видно и слышно чтобы сразу закончить с техническими моментами так вижу вижу привет привет вас все больше и больше конечно это не может не радовать итак поставьте огонечки плюсики в чат хорошо вижу да видно и слышно замечательно я представлюсь меня зовут курман галей вольфера я преподаватель французского языка и сегодня я проведу мастер-класс на тему вдохновения во французском языке буду позиционироваться конечно как преподаватель языка в первую очередь да я выпускница педагогического вуза французского отделения но также и как человек изучающий язык почему потому что в моем арсенале есть парочка и других европейских языков и так английский конечно куда же сегодня без него но и итальянский язык и как так получилось что я изучила итальянский язык я называю это нашей семейной историей легендой да дело в том что этой серии как выучить язык благодаря ленивому мужу я проживаю в париже более 15 лет но меня угораздило влюбиться друзья не во француза а в настоящего итальянца и вот по на работе муж подолгу разговаривал на французском языке во всяком случае он говорил что он устает от французского языка и дома он конечно должен расслабляться а значит говорить на своем родном языке так что альфера ты уж пожалуйста засучи рукава и выучи итальянский язык ну привет привет девушки узнаю даже своих подписчиков спасибо что присоединяетесь это конечно все это шутки я выучила итальянский язык до ради любви к своему мужчине но больше по большей части потому что мне просто это нравилось да я обожаю изучать языки соответственно сегодня я буду говорить с позиции преподавателя но и с позиции изучающего язык почему я не использую термин мотивация которые так любят мои коллеги а а предпочитаю ему термина вдохновение дело в том что вот лично мне кажется что мотивация это нечто рациональное до связанные наверное с нашим левым полушарием мозга а вот вдохновение это что-то эфемерное то что очень тяжело поймать и удержать наверное это что-то завязанное на наших эмоциях больше до ощущениях как вам кажется напишите мне самой лично окажется именно так что это наверное связано с нашим правым полушарием мозга поэтому я выбрала термин вдохновение я зачастую сталкиваюсь с тем что мы когда изучаем язык рассматриваем его как некий свод правил то есть мы разбили например владение уровень владения языком на несколько частей до 1 2 1 бы 2 и так далее и знаем что каждому из уровней соответствует определенный свод правил и навыков до например коммуникативных навыков нам нужно уметь спросить то высказать такую-то идею или грамматический свод правил до соответствующих каждому из уровней и вот мы забываем за этой системой правил что язык это нечто большее вот кто-то из великих говорил что язык это другое мироощущение вот напишите согласны ли вы с этой цитатой и так соответственно я решила задуматься о вдохновение на язык но сделала я это гораздо раньше да то есть примерно лет 10 назад мне попалась в руки друзья вот эта книжка называется она магия слова и ее автор вот тот кого вы видите на экране наверняка уже знаете это господин дмитрий петров до знаменитый переводчик полиглот и мой коллега преподаватель языков так вот дмитрий петров в этой книге магия слова опирается как раз на образность в языке и он говорит о том что прежде чем начать изучать язык попробуйте себя им окружить то есть вот вызвать это вдохновение да и вдохновение она может проходить абсолютно через разные наши эмоции давайте посмотрим как можно это вдохновение создать и так она конечно может прийти с преподавателем вот я в этой связи вспоминаю историю которая произошла с моим братишкой он изучал английский язык сейчас владеет им на очень достойном уровне и вот он не говорил альферата знаешь я изучаю английский язык только ради встречу вот с этой девушкой друзья которую вы видите на экране и так ее зовут люси и абсолютно согласны вижу да что вы согласны с этим постулатом ее зовут люси и это youtube канал english with люси да вот может быть кто-то из вас кстати тоже изучает английский с люси так вот ну конечно как может не вдохновлять такая эффектная девушка друзья к тому же это очень талантливый молодой преподаватель поэтому напишите вот кого из вас люси тоже вдохновила бы на изучение английского языка хорошо что еще может нас вдохновить друзья конечно материалы да сейчас масса материалов интерактивных очень интересных видел и так далее я вам расскажу историю своей личной жизни вот например когда я училась в казани данных куртете иностранных языков на французском отделении тогда еще не существовало интернета но я находила материалы для изучения французского языка вы знаете на инфаке иногда наступает вот такое у студентов немножко перенасыщение языком да мне отказалось иногда что я вот прям накушалась этого французского языка особенно после таких тяжелых семестров да где были предметы как теория грамматики теория фонетики языкознания и так далее вот были такие трудные моменты и вот в эти моменты мне нравилось приходить в центр французского языка и культуры в казани он существует уже очень очень давно кстати его директор это моя сокурсница регина привет если ты меня смотришь так вот это была совершенно уникальная атмосфера друзья я должна вам сказать это примерно в двухтысячные годы я сама обожаю книги и когда вот двухтысячные годы в казани вы входили в книжный магазин вы знаете что на полках стояли книги такого очень низкого качества да это был жуткий кризис и книги были вот на пожелтевший я ее называю такой папиросной бумаги да с черно-белыми иллюстрациями и затем я входила вот в центр французского языка и культуры альянс францеза в казани где на полках библиотеки стояли белоснежные издания друзья с цветными картинками с яркими цветами мне нравилось просто вот даже я книголюб просто открыть эту книгу и вдохнуть вот этот запах полиграфской краски то есть вот такие вот моменты погружения в язык тем более там все конечно говорили по-французски в этом центре такие моменты мне помогали вот пережить это ощущение перенасыщения и так на французский на любой язык вас может вдохновить конечно любимый человек вот напишите девушки у кого такая история кто может быть встречается с молодым человеком французом и кому может откликнуться вот следующая история которая произошла с моей студенткой она родом из украины и познакомилась по интернету с мужчиной с французом у них связались такие глубокие чувства и в какой-то момент моя студентка решила переехать во францию соответственно собрала чемоданы друзья попрощалась со своими родителями с любимыми подругами и тут случилось то что случилось да я не называю дороже на друзья этот термин потому что инстаграм очень не любят когда блогеры об этом говорят и там и он сразу срезает охваты тех видео в которых упоминается этот жуткий термин да но я думаю что вы все поняли что случилось закрылись границы и конечно моя студентка для нее это был просто огромный шок да они настроили планов и они рухнули в один момент но она решила использовать это время с пользой я думаю как многие из вас для саморазвития до заняться интенсивно французским языком и что она делала она поступила хитро она распечатала фотографии своего любимого человека и расставила их по стратегическим местам да вот у нас сейчас у большинства фотографии хранятся в телефоне мы наверное редко их перелистываем вот она их разместила у изголовья кровати да где у нее лежал учебник французского на рабочем столе и на кухне она много времени проводила заготовка она любит готовить соответственно каждый раз когда ее взгляд падал на фотографии любимого человека для нее возникало ага равно позаниматься французским языком да мой любимый человек равно гармоничные отношения то есть нужно сесть за французский вот если она находилась на кухне она включала какой-то французский подкаст и так далее то есть она создала себе такую рутину вдохновлять вас на французский язык может близкий человек но не обязательно ваш любимый человек на ваш партнер это может быть ваша семейная история мне вспоминается случай из моей корпоративной жизни вот однажды я работая в крупной французской корпорации сопровождала в командировку в москву нашего генерального директора до корпорации и вот мы прилетели вечерним рейсом париж-москва разместились в гостинице и пока все это произошло дело было к полуночи и в это время раздается телефонный звонок в моем номере в отеле альфира живу зато дома шамура вот это произносит голос нашего генерального директора то есть альфира я жду вас в моей комнате до номер такой-то такой-то ну согласитесь друзья такая щекотливая ситуация я должна вам признаться я себя очень долго благодарила за то что я еще не успела смыть косметику к этому моменту да и надеть вот этот белоснежный халат отеля девочки меня поймут конечно предстать без косметики перед коллегой было невозможно тем более перед генеральным директором и так но я все-таки собралась постучалась дверь номера генерального директора и вот когда дверь открылась я поняла что мои опасения были совершенно напрасные в комнате были другие люди и там просто бурлила работа над чем друзья над речью нашего генерального директора перед российскими партнерами на следующий день в день конференции и зачем нужна была там я дело в том что начало своей речи генеральный директор хотел произнести на русском языке которым он очень и очень неплохо владел хорошо я помогла ему с этим русским вступлением на следующий день речь генерального имела просто бешеный успех друзья и как вы думаете вот о чем он говорил наверняка вы думаете что это было российско-французское сотрудничество в нашей профессиональной сфере да по дюту по дюту конечно он говорил об этом но чуть-чуть а в основном он говорил о своем личном трепетном отношении к россии его зовут серия но некоторые члены и его семьи называли его кирилл так красивым русским именем кирилл и были это его дед и бабушка да они были русскими дворянами его дед воевал в армии колчака в тот момент когда армия колчака отступала до сибирь в гражданскую войну так вот офицеры квартировались у местных дворян провинциальных дворян и он встретил безумно красивую девушку не он в нее влюбился с первым с первого взгляда друзья и предложил ей руку и сердце и вот родители девушки а тогда за нас многое решали родители конечно они согласились выдать дочь замуж за русского офицера молодые поженились но вскоре армия колчака была разбита и и остатки были рассеяны и молодая семья была вынуждена бежать бежать во францию через всю европу вот такая семейная история как вы как вам друзья такой сюжет и конечно серии говорил о том что вот это его семейная история вдохновила его на изучение русского языка и теперь русский язык конечно ему помогает строить бизнес да с российскими партнерами и так вы мне можете сказать но альфера вот мой любимый человек не француз и моя генеалоги никак не связана с францией как мне быть я живу вдали от страны изучаемого языка вы знаете не всегда вдохновение нужно искать в каких-то внешних обстоятельствах иногда мы его можем просто сами создать вот я расскажу вам о том что меня вдохновляла на французский язык когда я была подростка я была влюблена в героя роман александра дюма три мужики тюре звали его дартаньян да да в его пышные усы да я была влюблена так что вот зачитывалась буквально взахлеб вы знаете под одеялом с фонариком да когда уже все мои домашние давно спали и вот это была такая подростковая влюбленность и затем в школе когда мы начали изучать французский язык вот когда мы доходим до первых таких страновических текстов до париже о франции я начала узнавать многие названия потому что я их уже встречала в романах дюма да например рюдо риволи улица риволи или поле дюлювр да луврский дворец который раньше была резиденция французского короля или поле дюкардинале дворец кардинала который кстати сейчас париже называется поле рояле до королевский дворец то есть он между делом перешел из рук духовенства скажем так в руки светской власти так вот я вам сейчас говорю о литературе да для меня это было александюма но может быть для кого-то это будет жюль верный и вот эти вот названия до которые нам дают сразу желание паковать чемоданы то 20 тысяч лье под водой путешествие к центру земли и так далее кто-то из моих студентов недавно сказал мне что перечел la peste чума да алекс альбер камю парном французского писателя ну потому что в связи с нашей всей санитарной обстановкой видимо моему студент показалось что есть что-то общее я вам говорю о литературе но это может быть абсолютно другой вид искусства просто чтобы закончить свою историю с влюбленностью в дартаньяна я когда эмигрировала во францию специально съездила на родину дартаньяна в гасконь я нашла памятник моему герою и даже его поцеловала друзья но это конечно ради шутки на самом деле была я тогда уже взрослым человеком и была влюблена я в настоящего мужчину да они в литературного героя но это была такая дань моей детской любви и так что еще может нас вдохновить иногда это могут быть какие-то маленькие удовольствия жизни на французы называют это petit plaisir de la vie французы вообще специалисты по всему что касается арду vivre на искусство жить вот например будучи в казани в мою такую полуголодную эпоху студентки инфака у меня был была рутина еженедельная такая рутина связана с францией до дело в том что в казани тогда только появилась марка уходовой косметики французской и в роше но будучи студентка все что я могла себе позволить в этом магазине это вот эти вот бомбочки для ванны до бомба дуба они называются они соответственно растворяются в ванны дают пену и парфюмирует ванну вот когда я погружалась в эту ванну мне казалось что вот ничего более французского придумать невозможно затем я заинтересовалась истории основания марки она тоже очень примечательно вот и в руши это имя собственное да и в руши рассказывала себе следующее что вот он 14-летним мальчишкой когда он жил в британии это самая западная французская провинция друзья так вот у него по соседству жила бабушка которую все считали немножечко полуумной но на самом деле она была знахаркой и занималась сбором лекарственных трав и вот однажды и молодой ив спросил у нее а какая же трава максимально полезная и это бабушка знахарка нет она не только назвала эту траву но она и дала его разбор до этого экстракта соответственно в 14 лет на чердаке своего дома ив сделал первый уходовый крем и в раши да вот так началась марка и в раши самое интересное друзья что когда я приехала во францию я поняла что на самом деле вот такая рутина современным француженкам не свойственно до принимать ванну дело в том что ванны здесь заменены давно на душ да по двум причинам и обе эти причины начинается с эко ну во первых это экономичнее да а французы народ очень бережливый и во вторых это более экологично конечно ванная это литры или литры воды соответственно что я хочу сказать что может быть наши образы наши стереотипы и не имеет ничего общего с действительностью да и когда-нибудь мы это увидим но это не совсем важно ведь в моменте они выполняли свою функцию они вдохновляли нас на изучение языка вот примерно такая же история произошла с одной моей студенткой которая живет в москве около ее дома открылась буланджри французская булочная до сеть из сети французских булочных полем так вот она решила устроить себе такую рутину каждый раз когда она занималась французским языком она это делала именно в буланджри она брала себе круассан вот этот вот хрустящий круассан да друзья когда вы его разламывается прям слышно слышно это музыка и от сливочного масла еще долго очень пахнут руки друзья настоящий французский круассан пустой друзья до без наполнителя и брала на чашечку кофе устраивалась в глубине кафе и занималась французским языком и вот ей тоже казалось что это самое французское занятие потом когда она приехала во францию она сказала что я убедилась конечно что французы не едят саны каждый день действительно иначе бы они просто не входили уже в дверные проемы да круассан это сплошное такое сливочное масло они больше едят круассаны такое воскресное утро да когда никуда не нужно спешить вот глава семейства обычно пока семья спит выходят в булочную покупают горячие круассаны и к моменту пробуждения других членов семьи круассаны подается на стол и то же самое с кофе да моя студентка сказала альфера французский кофе невозможно пить и это действительно так во франции кофе подает может быть вы знаете таких маленьких кофейных чашечках и самого кофе там буквально одна треть да и это очень очень горький напиток друзья вот поэтому моя студентка говорил что во франции она могла пить только капучино но никак не кафе ну а то что мы называем черный кофе вдохновение может прийти даже через хобби у меня есть замечательная подруга рукодельница и вот однажды мы с ней обедали и она начала просто сыпать терминами на русском языке но какими терминами друзья изнаночная петля лицевая петля накид и так далее дело в том что подруга у меня большая мастерица она увлекается и вязанием и крючком спицами и коклюшками даже и шитьем и она состоит на форумах которые посвящены вот тематики рукоделия что она мне сказала альфера ты знаешь что все тюториалы которые есть на этих форумах видео или какие-то схемы все это на 90 процентов на русском языке а все почему а потому что наши русскоговорящие девчонки да из россии украины и белоруссии так далее это самые искусные мастерицы то есть для того чтобы получить инструкцию вот той поделки которую она хотела воспроизвести ей иногда нужно было просто вникнуть даже вот в эти термины друзьям то есть она изучала русский язык вот с такой прикладной целью расшифровать инструкции туториалы по изготовлению таких ручных поделок я вам рассказываю друзья историю своих студий истории своих студентов до истории своей личной жизни возможно вы не можете их применить как они есть но попробуйте посмотреть как вы это через призму своих увлечений можете внести в свою жизнь то есть я хочу здесь только подать вам идеи и так идем дальше вернемся книги моего коллеги господина петрова магия слова вот он много говорит о вдохновении и об образах которые должны нас сопровождать когда мы изучаем язык то например давайте мы с вами поиграем сейчас в игру что у вас связано с франции давайте начнем с франции это мой конек и так это могут быть какие-то вкусовые даже до воспоминания ваши о французской кухне это может быть музыка литература давайте покидаем что что у вас связано с францией для меня французский язык это давайте я начну и ну что это может быть эфелевая башня да давайте подсказывается лувр так джакон да например фуагра у кого-то сразу или французское вино так да багет конечно кроссан фрумаж ну конечно куда же без фрумаж спасибо хорошо давайте попробуем то же самое проделать с итальянским языком и так что у вас связано с итальянским языком смешные комедии вот про французский да итальянские ну что это музыка песни адриана челентана да для тех из вас кто постарше может быть что еще пицца до моцарелла но труда вот подсказывают да это конечно про францию лаванда почему-то ну очень логично друзья прованс конечно французский прованс спасибо и так мы уже переключились на итальянский язык шансон вы пишет конечно и так итальянский но может быть колизей да вот у меня сразу возникает в памяти данте алигьери что еще пьянте конечно итальянское вино может быть такая вот крикливость немножко да итальянцы не могут пройти незамеченным и друзья знаю по своему опыту да то есть вот попытайтесь воскресить в своей памяти все все те приятные ассоциации которые у вас вызывает этот язык но помимо того что их нужно немножечко освежить ими нужно себя окружить да вот например петров в книге магия слова они буквально проводят эксперимент со своим соавтором его зовут вадим барейка это известный политический журналист пытаясь овладеть значит барейка пытается овладеть итальянским языком за несколько вечеров которые петров с ним проводят в гостинице да они в какое-то время оказываются вместе волноте так вот прежде чем приступить к изучению итальянского они распивают бутылочку кьянте друзья каждый вечер у них на ужин что-то итальянское моцарелло там пицца паста и так далее они включают музыку адриана черентада римские каникулы вот пишут друзья на конечно фильм замечательный и так еще к слову вам расскажу буквально анекдот вадим барейка говорит о том что приехав великобританию он решил заделаться настоящим британским джентльменом да и для этого он приобрел трость так вот с этой тростью он приехал в офис bbc в лондоне и коллеги назвали его гипертрофированным лондон сам да конечно не к на то что так уже никто не ходит но в тот же вечер тот же барейка отправился в театр глобус это замечательный шекспировский театр в лондоне и вот там его буквально окружили японские туристы на перебой спрашивая можно ли с ним сфотографироваться потому что вот для них такой джентльменного стростью это был настоящий британский сэр то есть они его приняли за англичанина видите просека вот пишется ребят спасибо конечно они вы приняли за настоящего сэра хорошо и так там было несколько принципов у петрова я быстренько вам могу их упомянуть он например говорит также о том что нужно быть здоровым эгоистом до при изучении языка нужно говорить преимущественно о себе то есть да мы конечно можем по теме еды почитать текст про мистера смит про миссию мадам дюпун и так далее но навряд ли это отложится в нашей памяти поэтому ту же тему еды мы можем пропустить через себя да и рассказать о своих кулинарных преференциях то о своих может быть аллергиях о том как нам удается кормить своих детишек друзья дает такая больная мозоль я поэтому об этом говорю то есть все нужно перекладывать на себя и третий принцип петрова он говорит о том что учить язык нужно с легкостью да нужно воспринимать это как игру они как тяжелое время и так как я друзья пытаюсь преломить методику петрова в своем преподавании да я много черпы вот именно в плане образности языка но пытаясь добавить и что-то свое мне кажется что нужно опираться на уже существующие образы вашей памяти но все время накладывать на них новые да вот протягивать эти мостики современные франции там испании в случае с теми кто испанский язык изучает и так далее поэтому я это отражаю своем youtube канале называется он французский из парижа заходите друзья там много интересного контента например моя главная цель конечно вас учить языку и вот у меня есть ролик он не очень дорог про французскую моду я конечно даю вам всю вот это эту околомодную такую лексику до дефиле сезоны претапорте подиум от кутюр и так далее но кроме того я рассказываю вам немножко о мире высокой моды дело в том что мне посчастливилось работать в доме высокой моды и в сен-лоран здесь в париже и вот я делюсь с вами воспоминаниями об этом в моем ролике есть другой ролик например как понимать французский юмор точнее это даже целый плейлист друзья петров вот с барейком в книге магия слова говорят что же такое знать язык и вот у них есть очень интересные ответы это видеть на нем сны для кого-то это писать на нем стихи а для кого-то это шутить на нем да но прежде чем научиться шутить на языке нужно научиться еще и понимать шутки носители языка вот этому я и пытаюсь вас научить через свой плейлист как понимать французский юмор следующий ролик который мне очень дорог говорящие французские фамилии я думаю вы знакомы с этим явлением говорящие фамилии по русской классике до ляпкин тяпкин скотинин например когда мы встречаем этих персонажей на страницах книг еще до того как познакомиться с ними поближе через только их фамилию у нас возникает уже какой-то образ да и соответственно мы понимаем что скотинин например наверное это не самый благородный персонаж в этом мире вот то же самое есть во французском языке говорящие фамилии комичные фамилии и мы их разбираем в моем ролике говорящие французские фамилии вот таков немножечко мой подход на ютюбе если друзья вы хотите пойти чуть дальше да просто бесплатного контента на ютюбе хотите присоединиться к одному из моих курсов сегодня я хотел бы вам представить свой флагманский курс грамотный французский это курс по французским временам мы берем самые употребляемые времена французского глагола если вы до сих пор путаетесь друзья употреблять ли по секунд позе или ампарфе с будущим временем там много таких интересных исключений скажем так в образовании будущего времени до фитюр саппли с неправильными глаголами вот как назло в языке частенько так бывает что самые употребляемые глаголы это как раз таки неправильные глаголы вот всему этому и посвящена мой курс друзья в чем особенность курса опять же вы заметили что я обожаю истории и соответственно вот этот грамматический материал чтобы он не получился скучным и сухим я всегда переплетаю его с какой-то истории например повелительное наклонение есть целый модуль посвященный ему на курсе он у меня раз мат она это наклонение рассматривается на материале из комиксов я думаю что многие из вас знакомы с автором комиксов rg бельгийский автор я сама долгое время жила брюсселя и поэтому знаю что для них это там просто религия комиксы и вот мы изучаем через персонажа танта журналист бельгийского журналиста да из брюсселя мы изучаем повелительное наклонение или например есть модуль посвященный относительным местоимением это те местоимения с помощью которых мы можем строить сложно подчиненные фразы ки-кю местоимение дом такое пресловутое местоимение частенько вы спотыкаетесь на нем вот например эти местоимения у меня рассматриваются через эпизод из французской истории о краже эфелевой башни знаете что был человек ой не о краже а продаже партон был человек который продал эфелеву башню был человек который ее купил это целая афера века она немножко так покрыта вуалью неизвестности дело в том что человек который приобрел эфелеву башню когда он понял что это афера конечно он не признался полиции да ему просто было стыдно поэтому есть такие вот догадки про эту историю на примере этой истории мы закрепляем относительные местоимения или например есть модуль посвященный неправильным глаголам друзья их много во французском и как я сказала как назло это самые часто встречающиеся глаголы вот этот модуль по неправильным глаголам строится на реальной истории девушки вот этой замечательные девушки которая который зовут марин до николя и это победительница шоу голос но не французского шоу голос друзья а шоу голос в китае то есть она всю игру пела на китайском языке и она выиграла это шоу голос в китае будущая француженка и вот исполняя песни на китайском языке то есть я думаю для нас изучающих язык это потрясающая история вдохновляющая история она рассказывает об этом на тэд-токс на то есть на беседах на тэд и на этом материале мы как раз изучаем неправильные глаголы друзья организаторы марафона меня попросили сделать вам какой-то подарок сделать какую-то скидочку на мои продукты конечно с удовольствием я это делаю я дарю вам 50 процентную скидку на мой курс грамотный французский обычная публичная цена онлайн версии 99 евро и вы можете приобрести этот курс благодаря вашему участию в марафоне за 49 евро то есть за полцены давайте только ограничим немножко во времени это предложение скажем что она действительно до 9 октября до до субботы 23 59 по парижу хорошо я решила себе бросить новый вызов этот вызов называется испанский язык дело в том что мне давно нравится испанский язык и я решила заняться его изучением да поэтому я вас приглашаю к себе в инстаграм конечно и давайте я проговорю вам аккаунт если он мелко виден на экране это альфера латинскими буквами нижнее подчеркивание со френч приходите если вы любитель французского языка это моя первая любовь да она длится уже более 30 лет я изучаю этот язык друзья если вы любитель итальянского языка потому что как вы поняли часть моей семьи итальянская да и теперь это часть моей жизни я обожаю итальянский язык и много пишу об итальянцах в своем блоге и вот теперь если вы присоединитесь к моему дружному сообществу в инстаграм вы сможете наблюдать за тем как я буду изучать испанский язык я надеюсь что дело пойдет быстро благодаря моему языковому предыдущему багажу вот посмотрим если у вас вопросы у нас осталось чуть-чуть времени давайте я отвечу на вопросы если они есть так пока тишина может быть есть немножечко задержки я тогда подожду так нет вопросов нет хорошо друзья но на этом я желаю вам вдохновения на любой язык какой бы вы не выбрали да и я считаю что с вдохновением спорится на самом деле любое дело поэтому всем добра спасибо что вы посвятили эти 40 минут времени чтобы побыть со мной я надеюсь что я наполнила вас этим вдохновением на язык это замечательный момент начала учебного года да я надеюсь что вот вы на этом порыве не забросите французские друзья потому что язык конечно это игра в долгую всем добра друзья всем спасибо да вижу ваши благодарности сердечки спасибо огромное друзья увидимся в аккаунте в инстаграм альфира нижнее подчеркивание so french и на youtube канале для тех кто любит французский язык французский из парижа всем добра пока пока